Улица Дебенко. Новый жилой микрорайон, большой торговый центр, активное движение. Вдоль проезжей части десятки рекламных щитов. Две трети из них стоят незаконно. Автостоянки появились здесь пару лет назад. Владельцы получили разрешение, арендовали землю у собственников, поставили ограждение. Получается, нелегальные рекламные щиты стоят на частной территории. Частная территория может быть частная, настоящая, либо просто самозахватная, огороженная территория, на территории которых находятся щиты. Мы и сегодня работаем по территориям, которые огорожены, которые являются автостоянками официальными, и на их территории по два незаконных щита. В Самаре больше трехсот незаконных рекламных конструкций. Половина из них стоит на частной территории. Это осложняет работу. На проверку сотрудники департамента городского хозяйства выходят после каждой жалобы. В помощники берут полицейских. Суровые охранники, видя людей в форме, становятся более сговорчивыми. Я уже как-то с кем уже подходил? Да, 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 я же вам сказал, это щиты не наши. Мы территорию арендуем. Все вопросы, вот, пожалуйста, напротив здания стоят. Все вопросы у вас нет. Владельцы стоянок, в свою очередь, чаще всего на местах отсутствуют. А если удается с ними встретиться, пожимают плечами. Знать не знаем, чьи щиты. Мы от себя без планеты. Ну, он же стоит на территории вашей стоянки. Я не знаю. Рекламные конструкции в городе, независимо от того, на какой территории находятся, должны иметь разрешение. Получить его несложно. Нужно собрать документы и внести плату. Сумма в разы меньше штрафов за незаконное размещение рекламных конструкций. Административное наказание для индивидуальных предпринимателей и организаций от 300 тысяч до миллиона рублей. Если владелец билбордов не найдется в ближайшее время, предписание убрать щиты получат собственники стоянки. И они же обязаны будут щиты демонтировать сами или через суд. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.